Мы перемещаемся на стол номер 2 и видим четвертьфинал, а точнее уже окончание четвертьфинального поединка между Владимиром Стольниковым и... К сожалению, не могу сказать, то ли это Дудин, то ли это Панаргин был. Не знаю. Но Стольников так или иначе вышел в полуфинал. Он первый полуфиналист. И будет ждать победителя игры Бриль, Довыденко. Виктор Бриль и Дмитрий Довыденко. Виктор Бриль представляет Тверскую область и Дмитрий Довыденко представляет Москву. Первый сет остался за Брилем. И, конечно, очень интересная игра Барашкин-Коплам. Давайте мы сейчас постараемся нашу камеру перевести на стол номер 6. И сейчас к нам я очень рад этому присоединиться Алексей Харьков. Вчера вы могли слышать его замечательные комментарии. Это тренер и игрок клуба Родина. Игрок, который работал и с кадетскими юношескими сборными командами России. Я думаю, мы все будем очень рады. И благодарны Алексею Харькову. И будем рады услышать его комментарии. Сейчас, буквально через 2-3 минуты, мы продолжим. Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Алексей Харьков и мы продолжаем трансляцию с 4-го международного турнира на призы Алексея Федоровича Родина. Сейчас у нас играет возраст ветеранский 65-69 лет. И мы видим на шестом столе матч между Феликсом Капланом и Владимиром Барашкиным. На первый цепь выиграл Феликс Каплан, достаточно уверенно. Также на третьем столе играет Виктор Брилль. Виктор Брилль против Дмитрия ДВДНКО. Ну давайте мы с вами все-таки посмотрим матч Каплан-Барашкин. Напоминаю, что Феликс играет. Использует ватт.